МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Партнер выпуска новостей – натуральные снеки Эст-Бали Кешью. Это новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях жизни Владивостока. С вами Юлия Ракотская. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. Рыцари, викинги и советские солдаты. Фестиваль «Владивостокская крепость» собрал сотни жителей дальневосточной столицы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выставки, презентации, виртуальные экскурсии Дни Эрмитажа проходят в Приморской картинной галерее. Наша программа представляет собой употребление цикла занятий, связанных, посвященных в истории человека. Эстетический вкус воспитывают в жителях Владивостока. В одном из помещений на набережной Цесаревича состоялось необычное мероприятие «Владивосток Дизайн Вик». Это новая кухня «Феникс». Фишка этой кухни, новая для российского рынка, тонкие фасады, ультратонкие фасады. Также в выпуске проверки ждут практически все торговые центры Владивостока после пожара в Максиме. И еще расскажем. Тайфун Тапа ушел от Приморья. В краю становятся практически летние температуры. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Волна внеплановых проверок торговых центров пройдет во Владивостоке. Особое внимание уделят противопожарным мерам в помещениях с детскими игровыми зонами и фудкортами. Такое решение принято после страшного пожара, который случился рано утром в субботу в торговом центре Максимна Постышева. Выгорело полторы тысячи квадратных метров. В тушении были задействованы 70 человек личного состава и 20 единиц техники. Окончательно пожар был ликвидирован только спустя сутки. В пресс-службе МЧС России по Приморью уточнили, что возможной причиной пожара стал взрыв газового баллона в кафе на мансарде. Пострадавших нет. Однако предприниматели, которые являются арендаторами, понесли огромный ущерб. В социальных сетях с самого утра субботы в Владивостокце бурно обсуждали происшествия и искали виновных. По словам бизнес-омбудсмена Марины Шемилиной, первый этаж сильно залит водой. Наименьшие потери понесли ювелирные бутики, которых в торговом центре Максим было большое количество. А вот арендаторы верхних этажей понесли ущерб на десятки миллионов рублей. Это касается не только таких крупных сетей, как ДНС, но и магазинов изделий из кожи и меха. Причем все предприниматели не скрывают, что не посчитали необходимым страховать свой товар. В соцсетях активно обсуждают финансовые потери. По информации электронных СМИ, после происшествия одному из арендаторов потребовалась госпитализация из-за проблем с сердцем. Тайфун Тапа не повлияет на погоду в Приморье. До конца сентября жители Приморья будет радовать теплая солнечная погода. С середины текущей недели во многих районах воздух прогреется до плюс 25 и выше, рассказал глава Примгидромета Борис Кубай. 17-й по счету Тайфун Тапа в ночь на 23 сентября вышел в южную часть Японского моря. Далее он будет перемещаться в направлении острова Хоккайдо. Середина недели в Приморье фронтальная зона будет блокировать холодный воздух. Вернется практически летняя погода. Во Владивостоке стартовали Дни Эрмитажа. Мероприятие проходит в Приморской столице уже в четвертый раз и проводится по инициативе генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Петровского. Организаторы подготовили выставки, презентации, виртуальные экскурсии. Профессиональная программа открывается мастер-классом по реставрации для дальневосточных реставраторов. В этом году он посвящен реставрации произведений и графики. Об этом и многом другом в сюжете Катерина Матвеевой. Полное погружение в искусство живописи. Семь календарных дней с 23 по 29 сентября будут наполнены лекциями, мастер-классами, выставками и множеством других культурных мероприятий. В этом году ДМИ Эрмитажа открываются с выставки художника Юрия Малдаковца «Уединение Эрмитаж ночью». Это очень важный проект, может быть, самый важный проект в моей жизни, потому что мне удалось снять вот это очень интимное состояние музея, когда в нём нет не только пустителей, ушли все армитажники, выключен свет, только свет Луны освещает шедевры, которые ведут какой-то диаболок между собой. На днях Эрмитажа скучать не придётся, программа подобрана на любой вкус. До 29 сентября будет работать выставка «Шкатулка Матроны» о драгоценности римской эпохи и собрании государственного Эрмитажа. Куратор выставки подготовил яркий цикл лекций о Римской империи с экскурсиями по экспозиции. Кроме того, впервые будет представлена виртуальная модель Эрмитажной галереи истории древней живописи. Мы за этот год сделали в эти технологии, так называемые фотографии, сделали ещё вверх, где внизу, если это один из пресс-сенечных залов, по-моему, не очень нравится идти на этот зал. Он такой приятный, темный тонар. Я вам советую посмотреть. Впервые в рамках Дней Эрмитажа представят музейную инклюзивную программу, ориентированную на работу со слепыми и слабовидящими, прошлое на кончиках пальцев. Планируют провести 10 занятий для специализированных групп, открытый урок и круглый стол, инклюзивные программы в современных пространствах культуры и искусства с участием специалистов из Санкт-Петербурга, Владивостока, Находки и Хабаровска. Наша программа представляет собой трюклейный цикл занятий, связанных, посвященных истории человека. Изучаем мы её через археологические наборки, а точнее их реплики, поскольку изначально наша программа предназначена по ориентированным на слепых и слабовидящих, мы представления о истории, о тех событиях, о тех предметах, которые имели место в прошлом, выстраиваем по археологическим предметам. В рамках Дней Эрмитажа можно будет совершить виртуальное путешествие в историю. Это цикл лекций в подаче Константина Хабенского. Также можно будет посетить Эрмитажную библиотеку, где вам предложат подписать и отправить открытку, выпущенную специально к этому событию. Изображением на открытке в этом году стало произведение «Нападение кавалерийского отряда на обоз» середины 17 века. Открытка имеет звуковую иллюстрацию о художнике и истории картины, которую можно будет прослушать с помощью QR-кода. Тираж открытки всего 200 экземпляров. Для коллекционеров аудиооткрыток она будет иметь непревзойденную ценность. А всем без исключения Владивостокцам Дней Эрмитажа позволят соприкоснуться с ценностями, собранными во второй по величине художественном музее мира в Эрмитаже. Катерина Матвеева, Сергей Тулатьев, Новости на Восьмом. Три дня жители Владивостока приобщались к миру дизайна и архитектуры. Первая профильная выставка «Владивосток Дизайн Вик» прошла в помещении памятника архитектуры в здании бывших артиллерийских мастерских XIX века, расположенных на набережной Цесаревича. Главная цель мероприятия – развитие эстетического вкуса жителей города. Тема первого сезона «Владивосток Дизайн Вик» – «Привет, предмет». Интерьерная выставка предоставила возможность строительным и интерьерным компаниям продвинуть свой бренд. Наша съемочная группа побывала на выставке и оценила один из экспонатов. Подробности у Дмитрия Беломестного. Первая профильная выставка «Владивосток Дизайн Вик» с мастер-классами и презентациями состоялась во Владивостоке. Три дня жители столицы Дальнего Востока приобщались к миру дизайна и архитектуры. В рамках фестиваля прошла интерьерная выставка, где строительные и интерьерные компании представляли свой бренд. В экспо принял участие салон «Кухонь Форумс» – компания, которая является дилером старейшей фабрики по изготовлению кухонь в России. Это новая кухня «Феникс». Фишка этой кухни – новая для российского рынка тонкие фасады, ультратонкие фасады. Она подойдет всем. Всем, кто любит готовить, кто любит красивый дизайн. То есть наша задача, когда человек приходит в салон, почувствовать его кухню и суметь создать проект, максимально отвечающий его желания. У нас и слоган салона, в принципе, такой же «Кухня, отвечающая вам взаимностью». Модель «Феникс» – это воплощение утонченной элегантности. Такая кухня создана для любителей технических новинок и для тех, кто хочет удивить гостей. Хочу предоставить показать очень интересную вещь, называется «Кукинагент». Незаменимая вещь для хозяйки на кухне. То есть я сюда складываю доски разделочные, ножи, отделение для ножей и половники, поварешки. То есть, по сути, в зоне фаркука рейнговой системы мне не понадобится. Это занимает всего 300 миллиметров. Кухня «Феникс» – это уникальные тонкие фасады, система открывания дверей, ультратонкие ящики, столешницы из мрамора и дерева. Всё это делает кухню компании «Формс» актуальной на долгие годы. Отказ от традиционных ручек придаёт мебели особый шарм, обеспечивает удобство использования и презентабельный внешний вид. Безручечная система, то есть электрическое открывание холодильника-морозильника. Нажали. Закрывается, как обычный холодильник. Среди европейских производителей есть фабрики, у которых представлены тонкие фасады. Компания «Формс» – одни из немногих в России, кто представляет такие тонкие фасады. Это стильно свежо-нова. На сегодняшний день кухня представляет из себя не кухню как кухню, а как предмет интерьера, предмет дизайна. Поэтому она не должна выглядеть как кухня. Хочу представить такую интересную зону. Здесь у нас пенал, у которого дверцы заезжают, и в момент приготовления еды, когда я пользуюсь кухней, они мне не мешают. Здесь у меня ряд розеток, чайник, мелкобытовые приборы. Попользовался, закрыл. Всё. Всё. Стена белая, чистая. Компания «Формс» порадует любителей изысканности и необычных решений, предложив клиентам качественную, стильную, долговечную кухонную мебель. «Формс» – это кухня, отвечающая взаимностью. Дмитрий Беломестнов, Игорь Болтов. Новости на восьмом. Юношеский гала-концерт «Дальневосточные фанфары» прошел во Владивостоке. Оркестровое шоу стало итогом целой смены, которую принимал Всероссийский детский центр «Океан». Туда съехались 15 коллективов из дальневосточных регионов и Сибири, которые провели три музыкальные недели, насыщенные мастер-классами и подготовкой к итоговому концерту. Подробности в нашем следующем сюжете. Большие концерты духовых оркестров всегда доставляют ушам и глазам массу впечатлений. Обычно такие инструменты держат в руках уже взрослые, опытные музыканты. Однако во Всероссийском детском центре «Океан» извлекать музыку взялась подрастающая молодежь. Там впервые в истории Приморья прошел фестиваль детских духовых оркестров «Дальневосточные фанфары». Галоконцерт – это всегда такой момент показательный, но важнее, на наш взгляд, вопрос о подготовке. Так вот, как шла подготовка, это аналогичная подготовка, так как мы готовим на Красную площадь фестивали, на Красной площади, так как мы готовим фестивали в Артеке, так как мы готовим фестивали в российских регионах. Подобные мероприятия в нашем крае в последний раз проходили еще в эпоху СССР, но затем, видимо, мода на оркестровую молодежную музыку пропала. И вот спустя десятки лет юношеские коллективы из 15 регионов Сибири и Дальнего Востока подготовили не просто галоконцерт, а настоящее детское духовое музыкальное шоу. Более 2000 зрителей вместе с ребятами исполнили гимн России, а после пели и танцевали под популярные музыкальные произведения и попури на темы известных детских песен. Парни и девушки играли на самых разных инструментах. Почему бы не попробовать что-то новое? Начала играть на блок-флейте. Это сначала маленькая дудочка такая. Играешь два года, у всех по-разному, а потом выбираешь инструмент. Я выбрала флейту. Мне нравится играть на трубе только потому, что она большая, она удобная, и я привык на ней играть. Как я выбрала шоксифон? Ну, не знаю, я давно еще смотрела на этот инструмент, мне всегда нравился его звук, как он выглядит. Инструмент труба я выбрала в четвертом классе, потому что мой брат еще до этого пошел на нее, и вот я как бы пошел по его стопам. А репетировали ребята здесь в специальной смене океана. В течение трех недель для прошедших конкурсный отбор детских духовых коллективов проводили даже мастер-классы, которые давали именитые музыканты России. Ребята, которые иногда несли инструменты, которые были больше, чем они сами, и такая творческая атмосфера, в которую погрузился океан на протяжении этой смены, она такая заряд бодрости, заряд позитива, как педагогическому коллективу, так вожатскому коллективу, ну и всему детскому центру. Оценив успех фестиваля, организаторы решили уже в следующем году повысить его статус до всероссийского. В целом, уникальная музыкальная смена и финальное шоу показали, что духовые оркестры вызывают неподдельный интерес у детей и молодежи по всей стране. Программа фестиваля помогла юным духовикам показать себя, а также развить таланты и определиться в своем профессиональном музыкальном пути. Олег Завьялов, Максим Яковлев, Новости на Восьмом. Один из самых масштабных ежегодных фестивалей Дальнего Востока, Владивостокская крепость, состоялся на территории сооружения в районе фабрики «Заря». По традиции, на этих выходных на фортах можно было увидеть рыцарей в доспехах, викингов, площадки реконструкторов Великой Отечественной войны, участников Гражданской войны на Дальнем Востоке и многое другое. Об этом в сюжете Евгения Черемухина. Мероприятия, где участники переодеваются в костюмы из других эпох, да еще и воссоздают их быт и культуру, в последнее время стали частью досуговой повестки Владивостока. Один из самых популярных фестивалей исторической реконструкции – Владивостокская крепость, вот уже шестой год подряд радует жителей насыщенной программой, обилием угощений, сувениров, сделанных вручную, а также самого разного оружия – от мечей и топоров до вполне современных винтовок. Вишенка на торте, каждый влад крепости – это, конечно, бои на ресталище. В железных доспехах с секирами наперевес парни из клубов исторической реконструкции демонстрируют владение оружием и свой боевой дух на потеху толпе. Кто-то скажет, прямо как в средневековье. Однако сами реконструкторы оговариваются – то, что происходит на фестивале – больше спорт, чем исторические параллели. Для обычного человека тут не очень понятно, я так думаю, что происходит, но люди видят, что бой, какие-то рыцари, наверное, что-то такое. Но на самом деле это больше спорт. Реконструкции здесь немного, очень много спортивно-оптимизированного снаряжения. Это именно такое мероприятие, направленное на боевую часть. Организатор фестиваля, как и всегда, Владивостокский клуб «Гарнизон». Из года в год администрация города шла им навстречу, помогала с организацией, однако лишь в шестой раз удалось выбить место получше. Не на русском острове, как это было раньше, а в черте города. Если точнее, на территории форта наследника цесаревича Алексея Николаевича, больше известного как форт номер 7. К слову, из погоды впервые за несколько лет им тоже повезло. Говорят, зрителей и гостей больше. Чего не скажешь о комфорте бойцов, те припочли бы пасмурный день солнцепёку. В таких-то латах и экипировке весом под 50 килограммов. Среди бойцов-реконструкторов замечены как местные ребята, так и гости из других городов и даже регионов. Хороший, грамотный подход, хорошая организация. Сейчас ещё выходить, поэтому интересно посмотреть на соперников. Кроме, собственно, боёв, на фестивале можно было найти немало занятий. Локальные площадки, посвящённые различным эпохам, такие как этот варяжский лагерь, или целый тир, где вместо пневматического оружия – луки и арбалеты. А перед проходом кристалища организаторы построили аллею из сувенирных лавок, кафе под открытым небом, где готовили аутентичную еду по-средневековому и многое другое. Здесь же – стенды страйкбольных команд, любители современного гестрельного оружия и реконструкторы Первой и Второй мировой войн. Последние организовали дополнительную площадку на Дресталищем. По пути туда съёмочная группа «Восьмого» встретила ведущего фестиваля. Действительно, чуть выше аресталища мы встретили советских солдат, которые давали пострелять из винтовки Мосина. А чуть дальше фашисты пили чай и злобно глядели на оператора. Всего в фестивале «Владивостокская крепость» за прошедший уикенд удалось собрать не меньше двух тысяч человек. Основными гостями стали семьи с детьми. По словам организаторов, это лучшее, на что они могли рассчитывать. Ведь любить историю, уверены они, нужно с малых лет. Евгений Черемухин, Новости на Восьмом. Сейчас уйдём на короткую рекламу, после которой… Жители Владивостока смогут присоединиться к красочному шествию на День Тигра. Заявки принимают до 25 сентября. Луч Владивостока вступает в борьбу за Кубок России. Экстрим-фестиваль «Мосты» собрал лучших спортсменов со всего Дальнего Востока. Партнёр выпуска новостей – натуральные снеки «Эст Бали Кешью». В сердце тропического острова Бали мы производим для вас натуральные снеки – орехи кешью, гранолу и попкорн. Орешки кешью обладают непревзойдённым качеством и свежестью. Обережно собранные тропические ингредиенты – кокосы, бананы, какао-бобы и морская соль – идеально дополняют нашу продукцию, которая не содержит глютен, консерванты и искусственные добавки. Спрашивайте «Эст Бали Кешьюс» во всех супермаркетах города. Сегодня с вами Юля Радкоцкая, и мы продолжаем. Сейчас уйдём на короткую рекламу, после которой… Жители Владивостока смогут присоединиться к красочному шествию на День Тигра. Заявки принимают до 25 сентября. Луч Владивостока вступает в борьбу за Кубок России. Экстрим-фестиваль «Мосты» собрал лучших спортсменов со всего Дальнего Востока. Активный приём заявок идёт во Владивостоке на участие в карнавальном шествии, которое состоится в День Тигра в это воскресенье 29 сентября. Приём заявок продлится до 25 сентября. Ежегодное шествие и в этот раз пройдёт по Океанскому проспекту от Дворца детского творчества до Центральной площади, где будут работать локальные площадки, а вечером организована концертная программа. Хедлайнерами мероприятия станут музыкальные группы «Серьга» и «Ума Турман». Для участия в конкурсе колонн необходимо зарегистрироваться. Коллективы, которые будут признаны самыми яркими и музыкальными, получат дипломы и денежные сертификаты от общественной организации «Амурский тигр». Напомню, Владивосток стал первым городом в мире, где стали отмечать День Тигра. Если в 2000 году всего лишь несколько десятков энтузиастов, одетых в самодельные костюмы тигров, прошли по улицам с плакатами, то уже в 2001 году в шествии приняли участие десятки тысяч человек. Шествие сегодня – это красочный карнавал. Акция стала особенно масштабной после того, как в администрации Владивостока присвоили Дню Тигра статус официального городского праздника. Стоимость проезда в автобусах Владивостока может вырасти до 31-34 рублей. Администрация Владивостока примет окончательное решение на следующей неделе. Последний раз тариф менялся 1 января 2018 года и сейчас составляет 23 рубля за одну поездку. Однако автоперевозчики отмечают, что повышение необходимо. Это обусловлено целым рядом факторов. Так, компании в последний год-два активно обновили парк машин, которые закупаются в лизинг. К примеру, в 2018 году предприятия закупили в общей сложности 106 автобусов. Сообщается, что окончательное решение о цене поездки будет принято на заседании комиссии по тарифам администрации Владивостока. Глава города Олег Гуменюк отметил, что важно, чтобы новый тариф был доступен для граждан. Хоккейный клуб «Адмирал», будучи на выезде, обыграл команду «Сочи». Футболисты «Луча» вступают в борьбу за Кубок России. Экстрим-фестиваль «Мосты» собрал во Владивостоке лучших спортсменов со всего округа. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Хоккейный клуб «Адмирал» на выезде встречался с командой «Сочи». Матч начался с хозяйских атак. Сочинцы смогли уже на четвертой минуте открыть счет. Красоткин, впервые вышедший на ворота в этом сезоне, не смог спасти моряков. После перерыва «Адмирал» сравнялся. Бутузов был точен на добивании. Вскоре хозяева заработали булит, однако реализовать его не смогли. То же самое затем произошло и с приморцами. Штрафной удар попал прямиком в голкипера. Ничейный результат активно старались исправить обе команды. Однако до окончания основного времени им это так и не удалось. Зато уже на второй минуте овертайма Константин Глазычев реализовал выход один на один и забил решающую шайбу. В итоге 2-1 победа «Адмирала». Теперь моряки отправятся в Хабаровск, где 24 и 26 сентября проведут два матча с «Амуром». Футболисты «Луча» сразятся за Кубок России. Приморцы вступают в борьбу за ежегодный трофей, который разыгрывается между выдающимися отечественными командами. «Желто-синие» начнут свое шествие со стадии 1-16, в которой им будет противостоять московская «Динамо». Этот клуб из премьер-лиги в последнее время показывает не лучший результат. 11 место в таблице. Однако и «Луч» похвастать чем-то большим не может. В нынешнем сезоне ФНЛ «Тигры» идут также на 11-й строчке. И все же статистика личных встреч на стороне москвичей. За ними 8 побед из 10. Чем закончится предстоящий кубковый матч, который пройдет на стадионе «Динамо», болельщики узнают уже 25 сентября. Экстрим-фестиваль «Мосты» прошел во Владивостоке. Уже традиционные соревнования собрали в этот раз на рампах более 70 спортсменов с различных уголков Дальнего Востока. Лучшие роллеры, скейтеры, поклонники трюковых велосипедов и самокатов сражались за победу и возможность участвовать во всероссийском турнире. Задача для участников с прошлого года не поменялась. Нужно было сначала проявить себя в квалификации, а затем показать свои лучшие трюки в финале. В этот раз как спортсмены, так и зрители проявили куда больше интерес к мероприятию. Все потому, что дисциплины скейтбординг и BMX недавно включили в программу летние олимпиады. И дебютировать эти виды спорта будут уже в 2020 году на Играх в Токио. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Проверки ждут все торговые центры Владивостока после страшного пожара. В Максиме он уничтожил полторы тысячи квадратных метров здания. Тайфун Тапа не заденет Примурье. До конца сентября простоит почти летняя погода. Рыцари, викинги, советские солдаты. Фестиваль «Владивостокская крепость» собрал сотни жителей Дальневосточной столицы. Выставки, презентации, виртуальные экскурсии. Дни Эрмитажа проходят в Примурской картины галереи. Эстетический вкус воспитывают жители Владивостока. В одном из помещений на набережной Цесаревича состоялось необычное мероприятие. Владивосток Дизайн Вик. В Владивостокции гости столицы Дальнего Востока смогут присоединиться к красочному шествию в День Тигра. Заявки принимают до 25 сентября. На сегодня это всё. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдёте все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-8812. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чём-то рассказать городу, мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток.